Я могу рассказать, как помогать Отцу. Помогать Отцу невозможно ни словами, ни советами, ни просьбами, ни желаниями. Помочь Отцу можно только с помощью молитвы. То есть вы молитесь за Него, и надо доводить молитву до той степени, что Он сам с вами начинает устанавливать очень добрые отношения. Это от Него должно прийти. Вы просто как бы нащупываете отношения, вы все время звоните, Ему что-то говорите, но только в тот момент, когда Он сам начнет по-доброму к вам относиться, только в этот момент вы сможете Ему помочь. И помощь эта будет заключаться в том, что вы Ему рассказываете искренне, как вы живете и меняете себя, как вы работаете над собой, и при этом рассказываете, чтобы не было даже намека на то, что вы это делаете для того, чтобы Он сам так стал делать. Вы просто искренне делитесь с Ним. И в какой-то момент, когда вы это будете делать, Он вам скажет, а ты мне расскажи, откуда ты это взял, где мне что можно почитать. И потом вы Ему даете лекции, которые вы сами слушаете, и Он будет с вами делиться, говорить, я вот так вот делаю, как ты считаешь, это нормально, что со мной вот это происходит. И вы говорите, да, со мной вот так же вот это вот происходило. Вот этот путь, который надо проделать. Теперь можете дальше говорить. Дело в том, что два года назад я попал делал на 40-й раз, поставил лицей стать здоровым за этим, в том числе и вашей лицей, и хох, потому что кто-то может, и мои родители, они прекрасно знают, ну и мой отец, он прекрасно знает, что я и как делаю, и на чем условно это. Вот я поэтому вам и говорю, что надо пройти первую стадию. Это первая стадия, только молитвы проходят. То есть вы молитесь до тех пор, пока между вами в сердце не появится добрая связь. Уважение, допустим, оно есть, это может из культуры происходить, но я вижу, ваше сердце не связано с ним сейчас, поэтому вы чувствуете беспомощность в отношениях с ним. Что молитва, она делает так, что вот первая стадия побед над судьбой, это в сердце спокойствие по поводу отца, а потом возможность с ним общаться более искренне. Вот эти стадии надо пройти, пока вы их не пройдете, дальше вы ничего не сможете сделать для него. Духовная практика есть у каждого человека. Духовная практика есть у каждого человека. Вот, допустим, вы говорите, я желаю всем счастья. Это уже духовная практика. Любую, если вы уже не хотите, допустим, желать всем счастья, хотите читать молитвы, у вас нет какой-то веры, все молитвы для вас являются хорошими. То есть вы просто молитесь той молитвой, которая вам нравится, и пробуйте ей, и Бог будет откликаться на нее. Ну, то есть на каждой стадии развития у человека есть духовная практика. Даже если человек не верит в Бога, если он вообще, ну, работает над собой и во что-то верит, он может, допустим, все, что угодно повторять, хорошее, доброе, и это все будет являться духовной практикой. Просто это разные уровни духовной практики, все. И оно будет давать результат свой все равно. Поэтому молиться надо всегда и везде так, как ты можешь. Можно своими словами молиться. Есть разные стадии. Сначала человек вообще не Богу молится, а просто людям желает счастья. Потом он Богу молится, как сам считает нужным, всякой духовной традиции. Это вторая стадия развития. Потом дальше он видит, что все традиции хорошие, и начинает Богу молиться в разных традициях. Следующая стадия развития. Потом он из них выбирает одну, и начинает молиться молитвами в этой духовной традиции, но не самыми совершенными, потому что у него другие представления о жизни. И потом только он выбирает совершенную молитву. Никогда не думайте, что вы должны подождать, а потом делать, когда у вас что-то получится. Надо сразу делать, как можешь, а потом все получится. Параллельно все идет. У вас есть вера в сердце однозначно. Если бы не было, вы бы не изменились. Параллельно все идет.